Всем здарова с вами, на это сегодня мы поиграем в игрушку под названием Страх и ненависть в Самарской Шавушной У меня игра почему-то запустилась не на полный экран в окне Я её сейчас растянул как мог на весь экран Но всё равно видно то, что она в окне И самое главное мне понять, будет ли настройка, чтобы полный экран сделать Если будет, то хорошо И нас уже, вот я только зашёл в игру, нас уже спрашивают Сделайте свой первый важный выбор Позже его можно будет изменить в настройках А, изначально мне показалось то, что его нельзя будет изменить в настройках И этот выбор останется с вами навсегда Даже в реальную жизнь он с вами перейдёт Шаурма или же шаверма Я всегда, всегда говорил шаурма, видел шаурма и ел тоже шаурма Так что шаверма не, мой выбор шаурма Шестнадцать плюс Внимание! Игра содержит световые эффекты, которые могут вызвать приступ эпилепсии у людей, страдающих этим заболеванием Если у вас раньше появились симптомы эпилепсии, проконсультируйтесь с врачом перед игрой Внимание! Игра содержит упоминания испорченной шавухи, алкогольной продукции и прочих неприятных странных вещей Ну, я уже человек такой бывалый, в моды Долбайб Студио сыграл Очень хорошие моды, джентльменские Потом ещё приключения студентов в Савёнке Или, ну да, приключения студентов в Савёнке Или не? А, история двух студентов, точно! Я уж название чуть начал подзабывать, но То, что там происходило, весь смысл, это я до сих пор помню Так что этим ничего и напугать нельзя Так, жанры хоррор, трэш, рашн, тоска, романтика Серые будни, работа, депрессия Иногда кажется, что в жизни нет ничего, что могло бы тебя порадовать И только шурма может помочь прогнать тоску и вернуть миру краски Первое, что я хочу сделать, это полный экран Во, во, зашибись Так, второе, 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 второе Ага, да и тут Если что-нибудь ещё А, дополнительно, ага Пропуск, громкость музыки, громкость звуков, окружение Это я пока ничего трогать не буду Так, это мы нажимаем вот так Донер кебаб Фир от лотинг в Шамара Мне показалось то, что там Шмара написано Браймми за шаварма Браймми за шаварма Кто украл мой соус Уайт Блад Нихуя себе тут у них навеллы Если вам понравится Если мне понравится Можно будет попробовать вот эти вот остальные Эти навеллы попроходить, которые тут есть Так, тут есть скриншоты Ну давайте начнём Эта работа так утомляет Иногда кажется, что в этой серой скучной жизни Нет ничего, что могло бы порадовать меня Один день сменяется другим И так до бесконечности Так и с ума можно сойти Но этого до сих пор не случилось А всё благодаря тому Что я нашёл то, ради чего стоит жить Конечно же, речь о Шаурме Представить жизнь без неё просто невозможно Каждый раз, когда ты думаешь Что же не ужасно Просто закажи Шаурму И на заднем фоне должен петь чувак из видоса И Шаурма На углях Лишь Шаурма Я коснусь Тебя Вот он Простой рецепт счастья Слишком идеально, да? В этой жизни ведь ничего не бывает так просто И даже здесь есть пара оговорок Во-первых, чтобы заказать Шаурму Тебе нужны деньги А во-вторых Не везде умеет готовить по-настоящему вкусную Шаурму Я помню, что Я впервые попробовал Шаурму Не где-то в забегаловке А в деревне Мать троюродного или четвероюродного Я не ебу какого юродного брата Просто приготовила что-то в лаваше Сказала Это Шаурма Я попробовал такую О, вкусно Ну, действительно вкусно Потом Через некоторое время Я где-то На Ачибе вот своего района Где я жил Раньше Попробовал В ларьке Заказать эту Сосиску В лаваше Очень понравилось Правда потом Через время Когда я захотел Прийти Ну, через много-много лет И опять там что-то заказать Этого ларька Нахуй уже не было Заместо него Было пустое место И вот сейчас Я Уже Понял Где готовят у меня Ага Нормальную Шаурму В городе А где Лучше Так сказать Ну, один раз попробовал И как бы Не надо Даже один раз Шаурму Когда взял Умудрился отравиться Конечно После этого Я там шаурму Больше не заказывал Но В какой-то момент Когда за место Вот того ларька На том же месте Появилась другая шаурмечка Там заказал Ну Такое себе Но Если жрать хочется То Можно перекусить Если первое Во многом Зависит от тебя То со вторым Все может быть Гораздо Сложнее Но это Как говорится На вкус Страх И пробу То есть Просто Ощущай себя Дегустатором Попробуй в одном месте Попробуй в другом Посмотри на Там я не знаю Пусть даже На картах Может быть там Это Отзывы будут Какие-то Типа Да Все хорошо Нет Я дристал Там полдня И все станет Более-менее Чуть-чуть Понятнее Ты обречен Если в твоем районе Нет хорошей Шавушной С этим я согласен Доставка Тоже не всегда Спасает Обычно Самое крупное Зло Обитает Именно там Но сейчас Не об этом До того Как переехать сюда Я жила почти В самом центре города Казалось бы Цивилизация Все дела Но Как вы могли догадаться Не было там одного Хорошей шурмой А с доставкой Привозили непонятно что Жизнь там была Абсолютно серой И безрадостной В конце концов Я решил избежать сюда На окраину города Не самое приятное место Но зато Здесь и есть то Чего нет в центре Вкусной Шавухи Блин Стилистика Прикольная То что Ну как Под квадратные Телевизоры С одной стороны Это хорошо С другой стороны Кого-то могут Раздражать Вот эти вот Черные полосы Которые будут По бокам А может быть И не будут Может быть У меня Как-то Да хотя не Да хотя не Вроде должно быть Все нормально А не Квадратная запись Короче посмотрю В этом кафе Готовят самую Вкусную шаурму Из всех Что я когда-либо Пробовала Так много Соуса и мяса Кладут только тут А еще Здесь есть шаурма С особым Вкусом А с особым Соусом От шеф-повара Вадима Говорят что Она в несколько Раз вкуснее Обычной Да и мяса Там побольше Элитное блюдо Для настоящих Ценителей Стоп У меня сейчас Будет проверочка Работа Да это работает Все Можно Теперь Если понравится мне Какой-то кадр Выбирать его На превью Правда я Чуть раньше Так не сделал Но и Ладно Я уверен То что и сейчас Будет хороший кадр На превью То есть на среднюю Кнопку мыши Нажимаем Интерфейс Пропадает Это Заебись На геймпад Пригодность Я Хотя я могу Попробовать Проверить Но не знаю Будет ли сейчас Поддерживать Так Сейчас Я и зайчик Проверял И Я по-моему Цукихими Даже проверял На геймпад Пригодность Подключаем DualSense Но если вдруг Кто-то захочет Поиграть в новеллу Откинувшись На диване И Да Да Геймпад Пригодность Работает Стоп У меня вопрос А как оно пропускает Я по-моему Там чуть-чуть Пропустил Стоп А можно ли Назад А да Назад можно Это тоже хорошо Так Во Элитное блюдо Для настоящих ценителей Я нажимаю Один раз А Оно проскипывает А если вот так Ой Блять Ой Что-то я На грибок нажал Что-то оно Куда-то не туда Так вернуться Так А если Я вот сейчас Пробую Так Попробуйте Ее моя Заветная мечта Так А если На треугольник Ой Это переключение Между полной Икра Блин Тут геймпадом DualSense Можно полноценно Управлять Так Если Попробуйте Ее моя Заветная мечта А На R1 Я нажимаю Ничего не происходит Ничего не происходит А Меняются эмоции Нифига себе Я на L1 На R1 Жмякаю Вот на L1 Нажму А или Плять Ёмано Она Я Короче Перепутал Оно просто Перелистывает Так А если На центр Это А еще А если Вот на Тачпад Нажимать То То да Оно переключает Так как надо Ну странно Работает Но Оно работает Оно работает Есть Функции Которые забинджены На некоторые кнопки И такого нету Даже в Цукихиме Даже в Бесконечке По моему Такого нету Я Конечно Не знаю Как бы я это Вот использовал Не Если бы Просто Чтобы не было слышен Звукомыши На записи Окей Можно было бы Так использовать Но По другому Кроме Как я вот уже говорил Откинуться на диване И читать Новеллу Если для кого-то Это будет Очень удобно Во Это элитное блюдо Для настоящих Ценителей Я просто забыл Где я остановился Попробовать ее Моя заветная Мечта Почему же Я до сих пор Этого не сделала Да она стоит Как три Обычных Меня Обычно Устраивает К тому же Трудно Представить шурму Вкуснее Этой Что если Я ее куплю И разочаруюсь Я не хочу Так рисковать Не Купишь И разочаруешься Это одно дел Купишь И траванешься Нахуй Вот это Уже Как говорится Форт Боярд Это уже Игра на выживание Сдохни Или умри Может быть Как-нибудь потом Когда у меня Будет больше Свободных денег А вот Вадим Кстати А Ну я так И понял Вот типично Вадим Да Так Вадим И выглядит Так Это я Возможно Что-то На превьюшку Выберу Надевайте Маски Точно Маска Теперь Теперь порядок Можно банки Грабить Закажу-ка я Еще одну шурму С собой Заодно Постараюсь Разузнать Побольше Про этот Особый Соус Привет Вадим Привет Прости Забыл Как тебя зовут Катя Меня зовут Катя Катя Значит Ты Что-то Хотела Хочу Заказать Шурму Классическую Среднюю С собой Что-то Еще Можешь Рассказать Подробнее Про шурму С особым Соусом Насколько Она вкус Необычный Что там За соус Такой В нем Используются Какие-то Секреты Ингредиенты Блять Почему я вспомнил Ролик Где Шевцов С Игорем Линком Делали Мороженое И на вопрос Шевцов Ты в это Мороженое Что подрочил Игорь Линк Начал смеяться Педро Педро Сколько Лет А секретного Ингредиента Вкуса Ты так И не понял Но мне кажется Что тут тоже Какой-то особый Соус Может быть Купи И узнаешь Но по смайлику Вин То что там Какой-то Подвох Есть Лучше Как-нибудь В другой Раз Блять Ну ты Обидела Вадима Все Пиздец Вот ведь Хотя Вполне Логично Что он Не хочет Раскрывать Свой секрет А А тут Даже Еще Помимо Салфетки И С пакетиком Тебе Дали Вот Эту Картонную Хуйню Ну как Это В Макдаке Когда Ролл Заказываешь Это Упаковка Вот Верхнюю часть Снимаешь И выкидываешь А вот Нижнюю часть Очень удобно Держать Вот тут То же Самое Херня Может быть Это Пойдет На превью А я Не знаю Hate Me If You're There С Любимой Hate Me Это Типа Ненавидь Меня If You Dare Типа Ты Дар Окей Я Английский Very Very Bad Знать Так что Хуйба С ним Приедя домой Я загрузила Фотку С Журмой В Пик Тудей Хорошо Что рядом Есть Такое Чудесное Заведение А в Другие Шавушные Я Больше Вообще Не хожу И на то Есть Свои Причины Почти С каждой Из них У меня Связаны Плохие Воспоминания Так История Про Домик Климакуру И мерзлые Овощи Соленая Шавуха Шавуха Недалеко От дома Не Недалеко Которую Я брал Шавуху Она Была Через раз Хорошей То есть В какой то момент Я взял Такую О Шавуха Охуенная Почему я раньше Ее тут не брал Буду брать Второй раз Я взял Там Попались Кости Вот Одна Две Косточки Попались Да Как бы Кость Можно И выплюнуть Ничего страшного Но Все равно Неприятно Третий раз Какая то была Пересоленая Шавуха Ну а четвертый раз Я просто не стал Пробовать такой Ну блять Это каждый раз Как Эти Молитвы В геншине Крутишь Вот и Каждый раз Все зависит От рандома Будет у себя Сосай Кудасай Или же нет Но скорее всего Будет только первое Так Так Давайте По порядку Пойдем История Про Дакимакуру И мерзлые Овощи Как то раз Я отправился В аниме магазин Сперва Я не планировала Что либо покупать Но потом Увидел Дакимакуру Своей мечты Я так Долго думала И колебалась Не могла Решиться на покупку Все таки Три тысячи Да Именно Столько она стоила Это Большие деньги Для меня А там Дакимакура В виде шурмы Мне нужно было Время Чтобы собраться С мыслями Я пошла В шавушную Что была Недалеко От магазина По правде Говоря Я надеялась Что после Съеденной шурмы Я забуду Об этой глупой Затей И просто Уйду домой Спойлер Не получилось Шавушная Была Самая обычная Ничем не выделяющаяся На фоне других Внутри Было Достаточно Чисто А продавщица И по совместительству Повар Была вежлива Ничто Не предвещало Беды Как говорится Но спустя Пять часов Не все так хорошо Как хотелось И вот Моя шурма Готова Первое На что я обратил Внимание Тогда Сухой лаваш Который Трескался И осыпался От любых Прикосновений Ну Перепекли Немного Нагрели С кем не бывает Но дальше Случилось то Что повергло Меня в шок Откусив Достаточно Большой кусок Я внезапно Почувствовала Холод И это были Холодные овощи Картина Сразу Собралась Воедино Эти овощи Только что Достали Из морозилки А затем Долго Мучили Шурму Нагрели Нагрели В надежде На то Что они Тоже Прогреются Ой Бля Я представляю Какое Говно На вкус Это будет Тем более Что я В какой-то Мопент Лоханулся И Засунул Ну чтобы Помидоры Получше Сохранились Засунул их В морозилку А учитывая То что В шурму Кладут Помидоры Если Помидор Мерзлый Бля Это Такое Ой Сука Это Пиздец По другому Никак Назвать Не получится Это Настолько Ужасное Чувство Я Никогда Такого Раньше Не испытывала Бывало Я ел Шурму Из Холодильника Но Она Полностью Была Холодной А тут Лаваш Мясо И соус Были Теплыми А в глубине Скрывались Овощи Не успевшие Толком Разогреться Просто Кринжатина Я вот Ушавушную Теперь Точно Не Ногой А Хватит На сегодня Историй Соленая Шавуха Как-то Раз Я решила Заказать Шурму В самой Распиаренной Доставке Города Я Не знаю Напишите В комментариях Пользовались Ли вы Доставкой Когда-нибудь Я Доставкой Еды Ну Не пользовался Вообще Никогда То есть Если я вот Даже В магазин За километр Или же Или же Захотел бы Салатик Вот какой-нибудь Из ресторана Который Находится За городом Мне проще Сесть Доехать Туда Подождать Пока На заказ Приготовят Забрать Приехать Домой И уже Спокойно Поесть Хоть Я так делал Всего лишь Пару Раз Но то Что вот Ездил В один Ресторан В котором Очень вкусные Салаты И И все Ну и все Ну да Цены там были Достаточно Неплохие Однако Бесплатная Доставка Там была Аж От Двух Тысяч Рублей Блин Если цены Достаточно Неплохие А Средним Шавуха Вот Которую Я видел Такая Вот Хорошая Стоит Ну где-то Триста Рублей То Сколько Блять Шавух Надо там Набрать Или там Весь Ларек Надо Скупить Чтобы Получилось 2000 Рублей Вот Это Я Совершенно Не Понимаю Но Меня Это Не Остановило Все Таки Доставка Мой Район Была Всего 70 Рублей Я Заказала Две Шурмы И Начала Ждать Спустя 40 Минут Приехал Кур В смысле 40 Минут Алло Какой 40 Минут Я не знаю Может быть он там Ехал на На машине В центре Москвы Может быть Может быть там был Час пик Он в часовую пробку Встал Но Какого Хера Я Насколько Помню Я Вот Замерял Чтобы Ну вот От дома До Работы Которая На Другом Конце Города Ну Где-то Порядка Минут 20 Максимум Ну Это Когда Пробок Нету Ну И 25 Когда Есть Машины Ездят Они Ну В рабочие Дни Самое Долгое Это минут Где-то 30 Вот Если Не соврать По времени Вот Добираться А 40 минут Он Блять Откуда Тебе Ехал Как Так Я Заказывал Там Первое А Так Как Я Заказывал Там Первый Раз У Меня Слова Начали Путаться То Не Стал Оплачивать Сразу А Выбрала Оплату Карты При Получении Я Думала Что Сейчас По Быстрому Оплачу И Заберу Свою Шавуху Но Не Тут То Было Терминал Долго И Упорно Не Хотел Принимать Оплату Несмотря На То Что Все Длилось Всего Минут Десять Мне Показалось Что Прошла Целая Вечность И Вот Когда Оплата Наконец Прошла Курьер Ушел Я Осталась Наедине С Шурмой Казалось Что После Этого Хуже Не Будет Как Ж Я Ошибалась Долгожданная Шурма Оказалась Невыносимо Соленой Что За Как Можно Было Настолько Ее Пересолить Что У них Там Случилось Мимо Пробегала Моя Шизанутая Сестра И уронила Тару Солью В чан С соусом Серьезно Не Верю Что Человек Находясь Здравым Мне Стал Бы Так Солить Шаву Это Произошло Ли Случайно Или Они Просто Решили Меня Затролить Ну Мне Почему То Кажется Что Специально Только Самый Конченый Вообще Человек Будет Знает То Что Он Работает В шаурмечной Надо Чтобы У Его Шаурмечной Был Имидж Хороший Репутация Хорошая Ну Вряд ли Он Будет Просто Как Доктор Злот Такой А вот Пересалю Я тебе Шаурму А ты Ещё Сорок Минут Подождёшь Не Это Должен быть Какой-то Прям Супер Конченый Человек Если Он Действительно Так Будет Делать Скорее Всего Могло Произойти Случайно Но На Следующий Раз Лучше Не Рисковать И Лучше Там Не Заказывать Это Действительно Так Шавушная Недалеко От Дома Как-то Раз До Меня Дошли Слухи Что Недалеко От Моего Дома Есть Ещё Одна Шавушная Конечно Я Не Могла Туда Ненавидаться Снаружи Это Заведение Выглядит Не Самым Лучшим Образом Но Ведь Главное То Что Внутри Верно А Внутри Всё Оказалось Ещё Хуже Не Если Это Заведение Выглядело Вот Так Я Не знаю Либо Главная Героиня Сжралась Либо Просто Фотографию Несовместимую С Действительностью Подставили Потому Что Вот Та Шавушная В которой Вот Там Как Лутбокс Берёшь Шавуху И Там Как Повезёт Либо Будет Она Супер Вкусная Либо Будет Ну Такое Себе Либо Пересолёная Там Просто Ларёк Из крыши Которого Идёт Дым Ну Потому Что Там Мангал Стоит На Шанс Шансом Выпадение Леги В Геншине С Первого Раза Грязные Столы Потрёпанные Стулья Они Вообще Тут Убираются Но Во всём Ведь Должен Бать Баланс Ведь Здесь Хотя Одна Причина Почему Сюда Ходят Люди И Это Заведение Всё ещё Не Закрылось Быть Может Тут Готовить Вкусную Шорму На Свой Страх И Риск Я Заказала Среднюю Классику И Это Казалось Чуть ли Не Самая Сухая Шавуха В моей Жизни Но Я Бы Не Была Профессионал В своём Деле Если Не Бзяла Кофе Три В Одном Блять Я Представляю Если Шавуха Плохая То Бичёвого Пакетика Вот Самого Самого Дешёвого Который Стоит Рублей Ну Я Не Знаю Шесть Семь Или Сколько Самые Дешёвые Пакетики С кофе Сейчас Стоит А Продали Блять Те Его Рублей За Пятьдесят Нахуй Это Сделало Ситуацию Не Такой Безысходной Но Количество Хрящей Прочих Сомнительных Элементов В мясе Просто Поражало Воображение Ну Расставили Приоритеты Так сказать А хватит На сегодня Историй А Ну Как я и говорил Докимакура В виде Шурмы Эх Завтра Опять На работу Сперва Мне казалось Что быть Компьютерным Мастером Это работа Мечты Собирать ПК На заказ Устранить Неполадки В работе Системы И Получать Удовольствие От того Что делаешь Как же Я ошибалась В большинстве Своем Моя работа Мастера Кстати Может быть Какой-то Кадер Пойдет На превьюшку Может быть Так же Как в Этом Стальной Подруге Второй части Или может быть Даже в первой Я помню То что Картинку На превью Я собирал Из нескольких Картинок То есть Вот так вот Вниз Она двигалась Потихонечку Картинка И потом И потом Я подгонял Элементы Чтобы Выровнять Вот изображение И чтобы Изображение Стало Полноразмерным Пытаясь Скачать Гуру Хент Стоп Что там В большинстве Своем Работа Такого Мастера Сводится К чистке Допотобного Системника От пыли И борьба С порнобайнерами Которые Люди Чаще всего Ловят Пытаясь Скачать Гуру Хентай С какого-нибудь Замонительного Сайта Действительно Работы Мечты Ничего Не скажешь И ладно Если бы Еще Хорошо Платили Ходят Слухи Что Компьютерные Мастера Зарабатывают Приличные Суммы И просто Купаются В деньгах Но это Не так Ну или Не совсем Так Особо Ушлые Может Получает Много Но честной Работеги Вроде Меня Нет Я Вот Еще Одна История Я Когда Еще Не Устроился На работу На которую Я сейчас Работаю Пробовал Пойти По объявлению Где Вот Требуется Компьютерные Мстера Берем И Обучаем Тому Вот Ну Что Там Как Разбираться Я такой Падал О Хорошо Пошел туда На собеседование Первое Что у меня Стали спрашивать Я нихуя Не понял Такие Ладно Вот Если У тебя Закажут Чистку Компьютер Ну вот Просто От пыли Его Почистить Сколько Ты это Ценишь Ну вот Как Самый Адекватный Человек Типа Самый Самый Ну вот Неадекватный Максимум Для меня Вот Просто Чистка Компьютера От пыли Это Тысяча Рублей Они Такие Ну В принципе Практически Так Но Можно Было Поднять Цену Там Две Три Тысячи Рублей Я такой Слушаю Это и думаю Да за Две Три Тысячи Я его Блять Пылесосом Пропылесошу Сам И По итогу По итогу Нихуя Не получилось Меня Во первых И не взяли И во вторых Я даже был рад Потому что Ну что Компания Какая-то Сомнительная Сначала Адрес Вроде Туда Пришел А нигде Нету И потом Только Мне там Подсказали А вы Обойдите А в подвал Там Спуститесь Я Я такой Ёбанаврот Ну И пиздец Большую часть Денег Забирает Контора Можно Работать И без Конторы Но Тогда Находить Клиентов Придется Самому Это Дополнительные Хлопоты Больше всего На свете Я мечтаю Вырваться Из этого Круговорота И у меня Уже Даже Есть План Как Это Сделать Сбежать С шаурмой На край света Что может быть Романтичнее Вот Все Истории О том Что Вот Какие-то О том Как надо Начинать Жизнь С чистого Листа Меркнут По сравнению С вот этой Романтикой Вот Девушка Лет там Ну Двадцать Ну да Может быть Двадцати Просто Хочешь Сбежать От Всего Серого Мира Со своей Шавушиной Дакимакурой Это Охуенно Это Круто Больше всего На свете Я мечтаю Вырваться Это я читал Для этого Мне понадобится Помощь сестры Которая Сейчас Находится На лечении Раньше Она была Сильной И унижала Меня Но теперь Все по-другому Препараты Полность Убиливания И всю Злость И ненависть К этому Миру Но я верю Что смогу Вернуть Их И направить В нужное Русло Месяц Спустя Ну что ж Я думаю То что Пока что На этом Первую серию Приостановим И продолжим В следующей серии Если вам Понравится Данная игра Если не понравится Ну Будет прикольно Прикольная игра Про шавуху Посмотрели Я вообще Не знал То что Есть Новелла Про шавуху Пока мне Ее В лоб Не выставил Стим То что Вот смотри Есть бесплатная игра Есть новелла В рекомендациях Надо я Такую О Повезло Повезло Ну Ну и В принципе На этом Все Вот так Я и нашел Данную игру А на этом Действительно Уже Все С вами был Найт Пишите в комментариях Как вам Понравилась Данная игра Или нет Будет очень Интересно узнать А на этом Все С вами был Найт Если вам Понравилось Данное видео То ставьте лайки Подписывайтесь На канал Комментируйте Длительные видео С друзьями И всем До скорой встречи Всем удачи Всем пока